Продолжаем эфир Фридома и говорим сегодня о том, как неизвестные дроны залетают в столицу страны-агрессора. Залетают такие дроны и точно в боесклады российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Собственно, эту и другие темы сейчас обсудим с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В эфире Фридома. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день всем. Добрый день. Итак, сезон хлопка в Крыму продлится долго. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг». Склады боеприпасов россиян будут детонировать и дальше. Взрывной сезон, который мы анонсировали, продолжается. Это сообщение от оперативного командования «Юг». Расскажите, какие настроения сейчас царят на полуострове после взрывов на мосту, масштабного пожара на полигоне в Кировском, детонации склада боеприпасов на старом аэродроме в поселке Октябрьское, сегодняшних взрывов в Джанкойском районе. Эти хлопки, кстати, в оперативном командовании «Юг» назвали аплодисментами уже, которые начинаются. Очень плохо я не услышал вопрос. Рифат, я говорю, какие настроения сегодня в Крыму после всех событий, которые мы наблюдаем сейчас во временно оккупированном Крыму, на самострое под названием Керченский мост и так далее? Ну, видите, сезон хлопка в Крыму уже идет 7 дней. 17 июля два удары, два взрыва по Керченскому и очень ощутимые повреждения. Теперь мост будет долго ремонтироваться. Потом буквально через два дня взрывы и уничтожение склада боеприпасов на полигоне в Кировском районе Крыма. Два дня назад в Октябрьском Красногвардейском районе нефтехранилище. И вот сегодня поселок Вольное, а также аэродром под Красногвардейском, два точных удара. И все это теперь очевидно, что все эти удары являются частью общего плана. Мы все очень надеемся, что этот план приведет уже к освобождению Крыма. Разумеется, все те, кто остается верным украинскому государству и не приемлет оккупацию, а таких сотни тысяч жителей Крыма, они получают очередной заряд бодрости, поддержки. Ну а те, кто думал о том, что Крым теперь станет навсегда частью России, как их об этом уверяли Кремле, политики России, они сейчас в определенном отчаянии. Туристический сезон, разумеется, в этом году окончательно провален. На рынке недвижимости увеличивается предложение о продаже, но абсолютно нет предложений о спросе на недвижимость. Это, как мне представляется, очень ясные сигналы о настроениях людей в Крыму. Рифат, скажите, пожалуйста, как много, собственно, вот таких объектов, которые могут детонировать, и как много объектов для уничтожения в Крыму, где сейчас размещают свои боесклады, оккупанты? Ну, разумеется, я уверен, наши службы об этом знают намного точнее и конкретнее, но фактом является то, что, как правило, эти склады размещаются недалеко от железной дороги, поскольку мост Керченский и служил как раз главным таким логистическим звеном, и железнодорожным транспортом перекидывались боеприпасы, снаряжения, и они складировались в соответствующих местах и служили своеобразными хабами. Оттуда далее уже боеприпасы перекидывались на территорию Херсонской, Запорожской области. Ну, и мы же видим, как только начинается детонация, на складах сразу объявляется об остановке движения по железной дороге. Кто знает Крым хорошо, они подтвердят то, что я скажу, что железнодорожное сообщение Крыму построено таким образом, что все поезда, которые въезжают через Керченский пролив, раньше это было паромами, но теперь они построили незаконно мост, вот эти все поезда, направляющиеся в Феодосию, Евпаторию, Севастополь, Симферополь, они обязательно должны доехать до Джанкоя и оттуда уже направляются на юг Крыма. Сперва едут на север, потом с севера на юг. И вот по всему этому маршруту, мы это видим, в село в прошлом году были очень мощные взрывы, там проходит железная дорога, там был склад. А теперь вот поселок Вольное, где сегодня взрываются боеприпасы, 2,5 километра от железнодорожной станции. Позавчера поселок Октябрьское, это узел железнодорожный. Поэтому вот мне представляется, что украинские службы вот в таком направлении работают. Но вы спросили, сколько объектов, я не знаю цифру, и мне кажется, не это важно, но могу сказать, что кроме моста, объектов Черноморского плота России, включая военные корабли и коридора, который сейчас активно используется по сухопутного коридора из Крыма, в Крыму еще появилось ракетно-зенитных комплексов, откуда как раз и осуществляются ракетные обстрелы материковой части Украины. Кстати, части экспертов утверждают, что сегодняшний подрыв склада поселка Вольное как раз и мощная детонация связана с тем, что там находились ракеты «Оникс», которыми в последние дни стреляют по Одессе, и они наносят очень большой ущерб. Да, это прекрасная новость, действительно, об уничтожении этого склада боеприпасов с ракетами П-800 «Оникс». Пускай и дальше эти склады будут уничтожаться. Я напомню, наверное, сейчас важно напомнить сообщение от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В том, в частности, неоднократно напоминали о том, что совместная работа, в том числе и людей, которые находятся в Крыму, приблизит деоккупацию Крыма. В ГУР напоминали о том, что украинской разведке можно сейчас сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств, а именно пунктов дислокации, адрес проживания личного и руководящего состава оккупационных войск, складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов, точек размещения, хранения и ремонта военной техники, мест размещения средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Характерный признак уточняют в ГУР антенны и локаторы, штабов и пунктов управления оккупационными войсками, мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны. Для деоккупации Крыма необходима вся информация, вы можете ее сообщить в украинские спецслужбы, воспользовавшись специальными телеграм-каналами, которые можно найти на официальных сайтах наших ведомств. Рифат, давайте продолжим говорить с вами еще о ситуации в Крыму. Вы уже частично упомянули сухопутный коридор. Мы помним, что Путин целенаправленно пустил по этому сухопутному коридору часть людей, которые хотели бы побывать в Крыму якобы на отдыхе, такие любители экстремальных развлечений. Расскажите, пользуется ли он сейчас популярностью, особенно после взрывов на Керченском мосту? Ну и, наверное, здесь стоит еще акцентировать внимание на том, как, по сути, россияне своих же бросают в зону боевых действий. Ведь после событий на Керченском мосту цены на отдых в Геленджике, в Туапсе и вообще на курортах Краснодарского края, они взлетели просто до максимума. И обедневший российский народ пытается сейчас за какие-то копеечки отдохнуть в Крыму, который сейчас находится, по сути, в зоне боевых действий. Что вы скажете об этой дороге смерти? Мне трудно сказать, насколько она сейчас востребована. Для первых дней пока под впечатлением пропаганды на телевизионных каналах России граждане России не разобрались, насколько это опасно. Там определенное движение было. Часть потока, ну, вы понимаете, мост стал, и значительная часть людей оказались как бы перед въездом в Крым, а здесь им говорят, да вот есть альтернативный маршрут, да давайте там все спокойно. Начали расхваливать. И часть людей, чтобы не возвращаться назад, поскольку никто не знал, насколько остановился Керченский мост, они поехали в объезд по этой дороге. Но мне представляется, последующие дни, когда продолжали взрывы уже на других объектах, но часть людей начали просто понимать, что может с ними произойти. Другое дело, ранее, до 17 июля въехали в Крым на своем транспорте, и поскольку сейчас возможности выехать по мосту, там, где только реверсивное движение, и надо стоять и ждать в очереди, и паром перемещает только лишь автобусы рейсовые и грузовой автотранспорт. Мы только можем догадываться, что в этих грузовых машинах перевозится. То есть часть вот этих людей, которые как бы оказались вот на полузакупоренном полуострове, они поехали этой дорогой, я смотрю паблики российские, где они меняются своим опытом и информацией, как все это происходит. Очень разные отношения. Для некоторых это экстрим такой, и они это воспринимают как нечто такое, что позволяет им испытать новые ощущения, но уже больше все-таки таких размышлений, а что будет, если вокруг этой дороги развернутся военные действия. Но что касается, собственно, поведения людей, которые или пользуются этим коридором сухопутным, или все-таки выстаивают очередь и въезжают по мосту или на пароме в Крым, я, честно говоря, у меня нет вот такого исчерпывающего ответа, что движет этими людьми, как мне представляется. Ну, это вот степень промывки их мозгов, потому что территория, которая уже, безусловно, является прифронтовой, вести своих детей и подвергать их опасности, но на это как бы нормальный человек не должен отважиться. Но часть граждан России все-таки так себя ведут. Конечно, здесь абсолютная ответственность на них самих и на российском государстве, стране-оккупанты. Для нас любой человек, который появляется на военном объекте, мы не несем за него ответственность. А военным объектом является теперь практически весь Крым, потому что где бы они ни находились, эти граждане России, там могут быть военные объекты. Они об этом могут и не знать. Да, действительно. Стоит, наверное, просто добавить, что часть граждан России просто не попадают в категорию нормальные, и поэтому, собственно, и едут в эту прифронтовую зону. Рифат, давайте вот еще о чем поговорим. Было сообщение от наших партизан. Они сообщали информацию о том, что взрыв на Керчевском мосту, в частности, усилил параноидальные настроения среди оккупантов. После этого происшествия россияне начали искать предателей, добрашивали всех работников объектов критической инфраструктуры, проверяли их телефоны. Кроме того, российские оккупанты буквально совсем недавно начали заставлять извиняться на камеру за съемки последствий, в частности, взрывов в поселке Октябрьское. Видео, как помним, появилось в телеграм-каналах про российского блогера, который публикует персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. И украинская прокуратура уже начала уголовное производство в отношении него по статье «Разжигание национальной розни и ненависти». Рифат, что вы скажете об этой тактике покаянных видео и, собственно, параноидальных этих настроениях, которые сейчас царят в Крыму? Российским оккупантам надо держать под контролем крымское общество. И, разумеется, с целью они будут дальше ужесточать преследования и репрессии. И те взрывы по военным объектам как бы еще создают для них дополнительные поводы, причины для того, чтобы расширить те репрессии, которые осуществляются в Крыму. Вот буквально после 17 июля и взрывов на Полинокерском районе говорили то, что в внутренних районах Крыма ФСБ и другие карательные структуры начали массово обходить дома, в некоторых случаях задерживать людей, молодых ребят, мужчин без всякого разрешения отбирать у них телефоны, компьютеры для того, чтобы полностью прошерстить ту информацию, которая в них содержится. Мы из этого делаем вывод, что таким образом они просто готовят новые для себя основания для задержаний и, возможно, обвинений граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму в совершении тех или иных преступлений, которые с точки зрения российских карателей будут инкриминированы гражданам России. Поэтому мы и здесь попросили граждан Украины, которые подверглись таким задержаниям, чтобы они нам сообщали детали, какие вопросы ставились, что именно у них выпрашивали. И мы обратили внимание на то, что идет просто такое, знаете, накопление фамилий, персоналей. И вот это нам позволило сделать такой вывод, что, возможно, будут новые массовые аресты в Крыму. Стоит, наверное, сказать огромное спасибо всем смелым людям, которые сейчас находятся в Крыму и помогают и делают все для скорейшей деоккупации нашего временно оккупированного полуострова от освобождения, для освобождения его от российских оккупационных захватчиков. Спасибо этим людям, если они видят наш эфир. Ну и стоит для российских оккупантов еще раз повторить слова, которые прозвучали в оперативном командовании ЮГ, что сезон хлопка в Крыму продлится, и продлится он долго, и склады боеприпасов будут детонировать. Рифат, спасибо вам большое за ваши ответы и за ваши комментарии. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами в эфире Фридема. До новых встреч.